Здравствуйте, мы из агентства Digital Communications Group, мы пиарщики, занимаемся креативом, диджиталом. Меня зовут Катя, это Марк, это Кирилл, наш директор. Спасибо, что пригласили на Вождение Успеха. Мы пока еще не предприниматели Forever Living Products, пока. Но мы занимаемся, пособствуем продвижению Forever Living Products в социальных сетях. И мы пришли сюда рассказать о том, насколько это важно сегодня там присутствовать. И мы начнем с анекдотов, чтобы немножко всех расслабить. Одесса, Сарочка говорит Мойше. Знаешь, Мойша, больше всего я люблю встречать гостей по скайпу, потому что вроде гость в доме, а кормить не нужно. Этот анекдот, в нем есть вроде как шутка, да, в каждой шутке доля шутки. Здесь есть большая доля правды, потому что современные технологии, скайп в частности, интернет, позволяют нам путем наименьших материальных вложений, вложений времени и сил получить доступ к нашей аудитории, получить доступ к общению неограниченному. Сегодня журналисты, пиарщики, люди самых разных профессий черпают информацию через социальные сети. То есть что, например, я делала, когда была журналистом. Первое, когда я шла на интервью, да, я заходила на социальную страницу человека, с которым я шла встречаться. Потому что мне нужно было подготовиться, узнать о нем максимально удобно и таким образом обезопасить себя от каких-то нелогических моментов. То же самое может произойти с вами, да, когда вы встречаетесь со своими клиентами. Они узнают о вас через социальные сети и, соответственно, наоборот. Перейду слово к Евиллу по аналогам. Можно следующий слайд? Еще один. Немножко о аналитике. Мы хотим рассказать о том, что на самом деле интернет сейчас в нашей жизни, он уже за последние годы приобрел такой масштаб, что по аналитике 21,5 миллиона людей в Украине являются регулярными пользователями интернета. То есть более половины. Это значит, что это уже те люди, с которыми можно работать, с которыми можно строить общение. Вот правильно Катя сказала вообще. Зачем нужны социальные сети? Социальные сети, хоть они и виртуальные, но они так или иначе дают нам возможность наладить более широкий круг общения и видеться каждый день с теми людьми, с которыми у нас не получается видеться. Узнавать о них какую-то информацию, делиться своими впечатлениями, получать, что самое главное, обратную связь. И аналитика показывает, что из года в год все больше и больше пользователей интернета, пользователей социальных сетей. И аналитика также показывает, что вот большой кластер людей – это молодежь с 15 до 30 лет. Следующий огромный кластер людей – это именно с 30 и до 50, до 60 лет. То есть там есть потенциально те люди, с которыми можно работать, с которыми можно вести диалог, строить коммуникацию и добиваться некоторых результатов. Поэтому, поскольку у нас сегодня времени не совсем много, мы сконцентрируем свое внимание именно на социальных сетях. Мы сразу же выделили три самые популярные социальные сети, которые есть с точки зрения продвижения бизнеса, предпринимательства и вашей продукции. Это «Одноклассники», это «ВКонтакте» и это «Фейсбук». И вот я перед этим словом, который кратко расскажет о каждой социальной сети. Следующий слайд. Следующий слайд, пожалуйста. Социальная сеть, с которой мы хотели бы начать, это «ВКонтакте». «ВКонтакте» является самая популярная социальная сеть по зарегистрированным пользователям и по активным пользователям. Хочу обратить ваше внимание, что это исследования свежие, вот за 14-й год, поэтому источник информации очень достоверный. Что мы можем увидеть из этих исследований? То есть, преимущественная аудитория «ВКонтакте», если мы посмотрим на первые два столбика, это все-таки молодежь до 25 лет, которая там присутствует. Это и является основной ядро этой социальной сети. Дальше идет уже распределение тоже по вековым группам, но их чуть меньше. Также вы можете обратить внимание, в каком регионе больше присутствует как раз зарегистрированных аккаунтов. Это ниже график. То есть, города-миллионники и другие, например, населенные пункты. Соответственно, когда вы будете заходить, вы опрощаться, искать своих потребителей, вы можете обращать на это внимание, где лучше вам искать. Также «ВКонтакте» еще имеет такой момент, что у него больше преимущества там все-таки женщины. То есть, 55 против 45% мужчин. Это тоже стоит как бы так учитывать. Следующий слайд, можно? Следующая социальная сеть – «Одноклассники». «Одноклассники» вторая по значимости, по посещаемости и по активным пользователям социальной сети. Хотя за этот год в меру определенных событий произошел отток. Однако, опять же, это исследование 2014 года, и мы видим, что там очень много зарегистрированных пользователей. Тут возрастная категория немножко уже смещается. Обратите внимание, то есть ядро идет от 26 лет до 45. Это основная аудитория этой социальной сети. И здесь, в принципе, соотношение мужчин и женщин одинаковое. И ниже вы увидите тоже, опять же, график присутствия, в каких городах, регионах находится ваша аудитория. Этот график очень важный ниже, потому что мы чуть позже про него скажем. Обращайте на него внимание. Следующий слайд, можно? Facebook. Facebook тоже похож свое ядро, ядром аудитории на одноклассники. Здесь преимущественно корр, ядро, вот это 25-44. Однако у Facebook есть своя особенность. В Facebook люди больше отзывчивые, они больше дают обратную связь. И если ваша информация полезная, интересная, то как раз Facebook это социальная сеть, которая имеет наибольшее распространение. И за последний год у нее прирост значительно больше по сравнению с другими социальными сетями, например, с ВКонтакте и с Одноклассниками. Это имеется в виду за год. В Facebook, в принципе, соотношение мужчин-женщин 50 против 48, больше, конечно, девушек. Можно следующий слайд? Следующий слайд. Смотрите, если мы, в принципе, это все подрезюмируем, то это сети, с которыми наиболее благоприятно вести бизнес в Украине. Для того, чтобы нам строить этот бизнес, нам нужна точка доступа. Перед этим Катя сказала, что действительно, социальные сети это для вас бесплатная площадка, где вы можете зайти на профи и узнать все о человеке. Люди оставляют информацию, люди делятся своими интересами, своими взглядами, где они отдыхают, что они кушают, они выкладывают еду, они выкладывают свой способ жизни. Это для вас вообще бесплатная карта человека, которую вы можете просто взять и увидеть. То есть вы можете увидеть человека на улице, ну, сделать просто какое-то беглое заключение. А в социальном свете, если вы посмотрите за последние, там, 2-3 месяца, у вас появится значительно большая картина, что человек вообще пишет. Соответственно, вы находите к нему коммуникацию, понимаете, с чего лучше подойти. Вы, как, собственно говоря, люди предприимчивые, вы замечаете, уверен, такие вещи. И этой коммуникацией вы можете к нему обратиться. Вы можете именно не в общем сказать, а именно конкретно, что его интересует. Если человек увлекается здоровым образом жизни, то вы как раз с этого можете начать. И как раз попасть в точку интереса человека. Это для вас точка доступа, как находить общий язык, ну, ходить в социальную сеть с аудиторией. И следующий момент – это решения, какие вы можете делать в социальных сетях. Это размещение постов, посты – это материалы, которые мы размещаем в социальных сетях, они так называются. И в дальнейшем их реклама. Вот тот график, который я говорил, будет важный – это количество зарегистрированных аккаунтов. В каком регионе. Например, вы хотите направлять свою рекламу на Одессу. Социальные сети хорошо вам позволяют экономить свой бюджет и распространять, например, свою рекламу только на Одессу. Вы можете выбрать 2-3 города, вы можете на всю Украину. Это очень гибкая настройка, система, где вы можете как раз концентрировать свой бюджет и свою рекламу, показывать тем регионам, тем людям. Точно так же по социальному положению. Это могут быть мамы, это могут быть спортсмены, это могут быть люди бизнеса. И вы это все таргетируете и показываете именно той целевой аудитории, которой это может быть интересно. Следующий момент решения – очень много в социальных сетях групп. Групп, которые по интересам собираются. Например, группа «Здоровое тело», люди, которые собираются по фотографиям, люди, которые собираются по рецептам приготовления еды. Вы можете вступать в эту группу, точно так же знакомиться с людьми и как-то оставлять свои сообщения, находить с ними общий язык коммуникацию. Это уже люди, которые в принципе вот в этом контексте находятся в определенных интересах. Если люди, например, хотят укреплять свою иммунную систему, и то, что было сейчас, спикер до этого говорил, эфирные масла важны для этого. То есть вы можете с этого контекста подойти, например, с примером эфирных масел. И самое главное в социальных сетях – вы просто строите свой нетворкинг. Нетворкинг – это такое интернет-слово, оно просто имеется в виду круг делового общения. Вы создаете как бы вот тех людей, с которыми вы общаетесь, с которыми вы делитесь, и, собственно говоря, вашу потребительскую сеть. Вы там выстраиваете и все это концентрируете у себя в социальной сети. И самое главное – это доступный канал обратной связи. То есть вы можете находиться в одном городе, человек в другом, но вы можете общаться, заключать какие-то сделки, вести переговоры и строить хорошую лояльность со своими потребителями. Следующий слайд можно? Вот вам пример. Таких профилей очень много. Что значит виничная информация? Вот человек кто-то себе все оставил. Мы знаем, что она студентка, мы знаем, чем она увлекается, мы знаем ее интересы, фильмы. Соответственно, вот при нами просто карта человека. Если мы дальше посмотрим, то мы уже по ее контенту размещения, мы видим, что она размещает и какую информацию она там оставляет. Можно дальше? Вот вам примеры тех групп, о которых я говорил. Например, в контексте вашей продукции – это энергия здоровья. Для людей важна энергия как источник. Группа про еду, здоровое питание. И таких групп, это мы только взяли одни, их очень-то много. И зайдя в каждую, вы приобретете вот тот самый круг общения, нетворкинг, о котором мы говорим. И следующее, ну, ниже группа – это здоровое тело. Опять же, здоровое тело очень связано с вашей продукцией, и зайти в такую группу и там быть – это очень важно для вас. И это все, вы можете туда вступить, это бесплатное вступление, как бы, в любую группу, вы можете быть там по интересам. Следующий слайд можно? И дальше передаю слово Кириллу, он расскажет о составляющих успеха социальных сетей. Да, мы решили коснуться такого важного вопроса, как именно успех в социальных сетях, потому что очень многие люди и бренды присутствуют в социальных сетях, но не все являются успешными. Поэтому мы решили коснуться этой темы и сказать, что прежде всего, для того, чтобы быть успешным в социальных сетях, нужна некая тема-катализатор, которая будет интересна вашей целевой аудитории, вашему кругу общения, которая будет их регулярно, системно цеплять, чтобы они возвращались к вам. Потому что, если такой интересной темы не будет, то социальные сети построены таким образом, что если ваши подписчики, например, не взаимодействуют с вашей информацией, то рано или поздно эта информация перестает показываться им. Так работают социальные сети, это их принцип. То есть, если вас все время читают, лайкают и так далее, взаимодействуют с вами, то вас все время видят. Если нет, значит нет. Поэтому люди устали от того, что им предлагают общаться на какие-то очень банальные темы, например, на тему бренда, который занимается шоколадками или шампунем или еще чем-то, потому что это неинтересно. Нам нужно найти некую, каждому из вас, нужно найти некую свою собственную личностную уникальную нишу, сквозь призму которой вы будете дальше вести интересное общение и заинтересовывать людей только и лишь своими сообщениями. Сейчас мы вам покажем, как это можно сделать. Зачеслать, пожалуйста. Вот. То, что я уже говорил, это тоже, это каждая ниша, которая существует, имеет определенный конкурентный круг. Вот, например, можно сказать, что Forever Living Products – это ниша здорового питания, с одной стороны, и ниша бизнеса и предпринимательства, с другой стороны. Существуют сотни, если не тысячи брендов, людей, которые в этой категории каждый день размещают какие-то сообщения в социальных сетях, ведут рекламную кампанию. Вот. Поэтому конкуренция высокая. Выделяются только те страницы, которые имеют некую свою уникальную нишу. Для того, чтобы сделать такую нишу, необходимо немножко начать мыслить нестандартно. И мы сейчас тоже покажем, как это можно сделать. Первое – это нестандартный взгляд на стандартные вещи. То есть суть в том, чтобы мы начали искать больше слов. Потому что, вот, если вы заметите ежедневное общение людей с людьми, как дела, все хорошо, как ты выглядишь, отлично. Обычные слова уже не цепляют людей. Когда ты начинаешь говорить более интересными словами, которые не встречаются в обычной жизни, то человек обращает на тебя больше внимания. Вот. Поэтому первое – это поиск новых слов. Сейчас мы на следующем слайде покажем практический пример, как это происходит. Второе – это интеграция своих личностных качеств. Потому что все люди, которые собрались здесь, успешные, благодаря неким своим личностным характеристикам, благодаря неким своим эмоциональным качествам. Поэтому вторая часть формулы этого успеха – это найти в себе то уникальное, что приводит вас к успеху, и интегрировать его в эту самую нишу, о которой мы вам говорим. Я сейчас напомню, что тут абсолютно неважно, чем вы занимаетесь. Если вы врач, вы можете делиться опытом, да, как те или иные продукты помогли вашим пациентам. А если вы, к примеру, художника, рисуете картины, да, вы можете писать о том, как регулярное потребление продуктов помогает вам творить и развиваться. У каждого из вас есть эта уникальная ниша. Задача в социальной сети, да, у вас в социальной сети – это найти эту нишу. Почему? Потому что точно так же, как вы отслеживаете чьи-то аккаунты, да, и ищете своего потребителя там, сразу же, как только вы вступили с ним в малейшую коммуникацию, будь то группа или личное сообщение, он заходит на вашу страницу и делает что? Читает вашу хронику. То есть читает вас, как журнал. Вы для него становитесь информационным источником. И уже по трем-четрем постам он делает вывод о вас. Теперь третий пункт – это при формировании своей ниши необходимо учитывать социальную ситуацию в вашем городе, в вашем регионе и в стране в целом. Я сейчас говорю в целом не о политике, а о том, что, например, если там сегодня день некого траура, то мне не рекомендуется, например, размещать вообще никакое сообщение, чтобы вы не выделялись из общесоциального контекста. Либо, если, наоборот, в вашем городе сейчас высокая безработица, у людей нету денег, то, с одной стороны, было бы неправильно постить какие-то фотографии из Гавайи, с какого-то отдыха. С одной стороны. С другой стороны, если вы этим сообщением хотите показать, что через три месяца у человека будет возможность уже, грубо говоря, попутешествовать на Гавайи, тогда это дело можно. То есть третий пункт – это внимательность к тому, что происходит сейчас в социуме. Да, вы должны для этого регулярно отслеживать все новости, которые происходят. Есть такое понятие в маркетинге и в пиаре, называется newsjacking. В принципе, лучше с ним не играться, но, знать, следую, да, происходит определенная новость, и любой продукт можно в эту новость каким-то образом интегрировать. Ну, например, один из самых известных на весь мир кейсов по newsjacking – это когда на одном из матчей футбольных в Штатах пропал свет, печенье Ороо выложило пост о том, что, да, печенье Ороо можно с макуватой, да, на битетембринге. То есть это пример того, как можно, подстроившись в эту определенную новость, плести продукт. Не всегда это получается органично, не всегда это получается хорошо, потому лучше этим не злоупотреблять. Однако, стоит это делать, потому что, если вы показываете, что вы отслеживаете новости, вы держите руку на пульсе событий. Или, например, более свежий кейс про то, что у нас появилась теперь полиция. Многие кафе начали предлагать бесплатное кофе для полиции. Они за этот счет засветились. Это сладило волну популярности обсуждения этой темы в социальных сетях. И вот таким образом можно ловить некие более нейтральные социальные волны, под которые подвязываются и которые могут давать вам широкие возможности для использования этого в наших целях. Давайте следующий слайд. И там практически теперь пример. Вот, например, условно говоря, вы хотите завести социальную сеть и хотите найти некую свою уникальную вишу. Например, вы выбираете здоровье. Вот все продукты, которые большинство, наверное, процентов 80 брендов, компаний, людей, которые работают в сфере здорового образа жизни, выбирают слоган здоровье и работают в сфере здоровья. Но так делает 80% людей. И людям это уже не интересно, потому что они от всех получают одни и те же сообщения. Мы предлагаем вам находить новые слова и открывать более глубокие смыслы здоровья. Например, что значит быть здоровым? Здоровым значит быть сильным. Быть сильным значит быть, допустим, в равновесии. И что тут другое? Быть в равновесии значит контролировать свою жизнь. Вы можете уже взять слово «контроль» отсюда, например. Либо пойти дальше. Это значит обеспечивать собственную зону комфорта и так далее. Допустим, вы выбрали слово «комфорт», потому что это то, что, наверное, объединяет всех людей. Все люди сознательно или несознательно стремятся к комфортной жизни, обеспечить себе комфорт. И, допустим, если вы выбираете свою нишу «комфорт», то теперь все ваши сообщения, все ваше общение должно идти сквозь призму комфорта. То есть, как ваши продукты приведут к комфорту в той или иной сфере, как бизнес ваш позволит построить свой комфорт в жизни. И сквозь призму комфорта вы выстраиваете свое общение с аудиторией. Таким образом, мы все знаем, что системная работа приведет к системному результату. Если вы регулярно сквозь призму какой-то четкой своей ниши работаете, то у людей, которые вас смотрят, которые потребляют вашу информацию, у них уже воспринимается ваше… вы воспринимаетесь системно, как вот вы – это комфорт. Вы – люди, которые можете обеспечить мне комфорт. И поэтому это позиционирование будет вам работать на руку и более органично вы сможете работать с аудиторией вашей. Фактически, вот это одно слово является вашей контент-стратегией. Вот на примере, допустим, предыдущего спикера у меня родилось слово «гармония», да? Как эфирные масла помогают сохранить гармонию в жизни, гармонию в семье, гармонию во внешности. То есть, такое слово очень легко может родиться, после чего вы получите себе вопрос, какой у вас любимый продукт, чем вам больше всего нравится заниматься, каким опытом вам больше всего нравится делиться. И это слово само по себе найдется. Следующий слайд. Это просто несколько примеров, ну, я Марку передам все слова, он массовый. Готовь? Это примеры как раз тех тематик, о которых мы говорили. Есть, например, такая известная компания, как Red Bull. Они взяли себе тематику, концепцию, экстремальный вид спорта. Понятно, что люди в экстремальных видах спорта, им требуется много энергии, требуется много подпитки. И они, как бы, рассказывают, вот в контексте экстремальных видов, вы видели, я думаю, много роликов. Они все идут в одном, в таком основном контексте. Это процентов 80 вашего контента. Следующий, это бренд Stella Artois. Этот бренд специализируется на кинематографе. Он очень, если вы вспомните сейчас ролики Stella, то они связаны как раз с кино. И их продукт очень хорошо совмещается. Мы все любим смотреть кино, например, под такой напиток. Ну, не все бы, некоторые. И они рассказывают вот в такой контексте про кино, рассказывают секреты кино, особенности кино, выделяют фильмы, делятся новинками. Вот они следуют вот этой концепции, вот этой тематике. И пример Canon, тут все очень просто, но они рассказывают, это просто нестандартно. Они рассказывают все особенности фотографий, как это лучше делать, как правильно делать. Можно читать страницу Canon где-то там месяца три и быть, в принципе, уже стать фотографом, узнать какие-то важные секреты. И когда вы уже станете, условно говоря, фотографом, и вы задумаетесь о технике, вы, наверное, в большинстве случаев вспомните про Canon. Вот вам пример. Однако хочу заметить какую ситуацию. Вы каждый можете взять какую-то из этих тематик и увидеть, и по-своему посмотреть на вещи. Вы, например, можете взять про кино и писать по-своему, и стандартно, что это будет интересно аудитории. Вы тоже можете взять эту нишу, но только немножко отстраниться. Не писать, посмотреть, как пишет, например, кто-то, и увидеть, как вы можете писать. И поверьте, это тоже привлечет свою аудиторию. Может быть, даже и больше. Может быть, вы станете именно как раз каким-то блогером, лидером мнений, который будет интересно писать там про какую-то тематику и даже лучше этих брендов. Это, я вас уверяю, не исключено. Но всегда нужно какое-то смещение от того, что уже есть, то, о чем мы говорили. Следующий слайд. Ну, то есть, теперь, да, мы подоплодим к тому, что именно присутствие в социальных сетях имеет две ключевые, теперь уже структурные составляющие. Это первое, уникальное наполнение, от которого мы немножко коснулись, то есть, уникальная ниша и уникальное сообщение, которое вы выдаёте. И второе, это точечная реклама. Сейчас мы кратко, структурно пройдёмся по этим двум числям. Следующий слайд. Это про контент. Мы тогда начнём с контента, ещё там не было этого вижуала. К примеру, задайте себе вопрос, интересно ли вам самим было бы регулярно читать о каком-то продукте? Я думаю, что нет. Сейчас особенность, почему создаются такие сообщества, как говорил Марк, потому что людям неинтересно читать о продукте. Вот, например, есть такой продукт, как жвачка-орбит. Что можно писать о жвачке? Я жую жвачку и, пожалуй, всё. У жвачки есть какие-то вкусы и, пожалуй, всё. Маркетологи, бренд-команда задала себе вопрос, когда чаще всего люди делают это, когда они чаще всего жлюют жвачки. Выбрали территорию, которая входит в одно слово «офисы» и создали сообщество, которое называлось «офисной тёрки». Сообщество было очень популярным. Оно писало о разных курьёзах, которые происходят с людьми в офисе. И бренд аккуратно туда заходил в определённые моменты. То есть очень важно, какой будет ваш контент. Это очень важно. У меня тут была другая фраза. Меня попросили удалить. Но, по сути, знаете, не все из нас умеют писать. Не все люди являются писателями. Однако для социальной сети, наверное, это и не нужно. Сейчас люди очень сильно экономят время. Они не готовы читать огромные пластыры информации. Это не LiveJournal, это Facebook, где человек хочет очень быстро проконтактировать с интересной, а главное полезной информацией. Первый вопрос, наверное, который вы должны себе задать, когда вы готовите какой-то пост, это в чём его польза? В чём польза для вас, это понятно. Вы хотите, чтобы с вашим сообщением вступили в коммуникацию. В чём польза для человека, который это прочитает? То есть он увидит картинку, он увидит текст о том, что определенный продукт в революбе полезен. Чем этот пост будет отличаться от определенных других подобных? Ничем. В какую пользу человек изучёт из этого поста? Никакую. Фактически первый вопрос – это польза. То есть каждый пост должен содержать какую-то прикладную информацию. Либо же ваш опыт, либо же какой-то совет, насколько вы компетентны его дать в этих границах. Первый вопрос, вы должны себя спросить, стали бы вы сами читателем подобного сообщения? Стало бы интересно ли это лично вам? И помните о том, что контент – это презентация вас лично. То есть вам не нужно обезличивать себя. Человек, вы, думаю, согласитесь со мной, что покупая что-то, все вы предлагаете, по сути, одни и те же продукты. Но все вы разные. И кому-то приятнее приобретать эти продукты именно у вас, потому что этому человеку нравитесь именно вы. Потому что будьте собой в социальной сети. Социальная сеть подразумевает мощную персональную позицию. Это не рекламная площадка. Это площадка, где есть ваша личность, есть вы. И вот на следующем слайде, тут у него не подкреплен бежула, можно следующий слайд? Следующий слайд. Это простой пример, у нас только один, но он достаточно явный. У нас есть первый пример. Это гельфреволивен, природная сила алоэ, незаменимый источник витаминов. И фотография. Вот такой пост, да, он обезличенный. Это просто обычная реклама. Вы можете очень легко запостить это и отследить, какое количество у вас будет лайков, да, ваших друзей или каких-то извне лайков. То есть это обезличенный пост. Пример два, да, когда вы пишете о своем собственном опыте, вы пишете, что начал сегодняшнее утро с велосипедной прогулки. Вообще советую FLP гель натощак, простите, если это не так, это такое предположение, да, такой взгляд бодрости, что докрутил педаль с поясняков до Берестейской. Ну, тут я знаю, что они все здесь, наверное, из Киева, да, поясняки далеко от Берестейской. Суть в том, да, что вы поделились своим опытом, да, вы поделились тем, как у вас началось утро. Вы рассказали о том, что у вас началось утро с продукта FLP и что вы получили от него заряд бодрости. Это намного интереснее. В этом сообщении, в этом косте появился человек. И такое хочется лайкать. Такое люди лайкают. Вот. Следующий слайд. Да, теперь несколько слов о визуализации, потому что, еще раз возвращаясь к тому, что мы уже говорили, люди, когда просматривают ленту в социальных сетях, оно так выглядит в виде ленты, где все размещают свои сообщения. У человека обычно он может заходить туда часто или не часто, но обычно он там, он скроллит информацию и пытается найти те сообщения, ту информацию, которая ему интересна. Поэтому первое, что цепляет человека, первое, чем мы можем зацепить его, это именно красивой, яркой картинкой, чтобы он на нас остановился и прочитал дальше то, что мы хотим ему сказать. Поэтому визуалы, как мы называем их, картинки, это очень важно. Поэтому мы сейчас кратко расскажем о том, как найти фотографию тематическую в рамках вашей концепции и обработать ее. Следующий слайд. Первый самый главный источник, о котором знаем, наверное, абсолютно все, это картинки в Google. Тут надолго на нем не будем останавливаться. Единственная рекомендация от нас, это пользователи, те, кто живут в социальных сетях, они любят взаимодействовать с качественными картинками. Поэтому рекомендация сортировать их по большому размеру, чтобы сами картинки были насыщенные, качественные и интересные. Это все тип баллов, которые вы набираете за лайк одного человека в социальных сетях. Есть рубрика «Инструменты поиска», вы там выбираете размеры. Картинки, инструменты поиска. Да, так образом, люди контактируют, я думаю, всем приятно контактировать с картинками хорошего качества. Дальше, следующий слайд. Существует также ряд, большое количество бесплатных фотобанков, где можно абсолютно бесплатно скачать качественные фотографии и ввести туда какое-то ключевое слово, например, алоэ или вот ту нишу, которую вы выберете, комфорт, комфорт в жизни. Найти тематическую фотографию, которая будет иллюстрировать ваше сообщение. Но скачать фотографию и найти ее – это лишь один пункт. Следующий пункт, на самом деле, простой, но очень важный – это обработать ее. Если мы посмотрим на крупные странички успешных брендов, которые ведут успешную по политику информационную в социальных сетях, все фотографии у них одного размера. Это тоже мелочь, но это важно. Существуют тоже очень простые и бесплатные сервисы, где можно, куда можно вашу скачанную картинку загрузить и буквально в 2-3 клика ее обработать. Задать ей один размер, допустим, квадратный и наложить некий на ваше усмотрение фильтр. Сейчас это очень популярно, это все делается в интернете, бесплатно, быстро. Таким образом, даже человек, который будет заходить на вашу страницу, и вы его заинтересовали своими сообщениями, он зашел на вашу личную страницу, и он видит, что все, что вы размещаете, вы размещаете в одной тематике, в одной стилистике, это уже визуально приятно. Такому человеку можно довериться, у него ведется некая системная жизнь, некие системные жизненные убеждения, а системный труд всегда принесет результат. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, конечно, мы не сможем угодить абсолютно всем, разной аудитории нравятся разные картинки. Единственное, что мы вам рекомендуем, это именно для Forever Living Products ваше сообщение, посты должны быть прежде всего мотивирующими с одной стороны и такими, скажем, вкусными, красивыми с друг с другой стороны. То есть мы предлагаем вам находить крупные планы, смотреть какие-то, ну, показывать те фотографии, которые будут больше мотивировать человека с ними провзаимодействовать. Да, алоэ такой замечательный продукт, фотогеничный, насколько это можно сказать, о растении, да, и что не стоит искать картинки графические, да, или картинки отдаленного плана, если есть очень большое количество хороших крупных планов в сети. Да, следующий слайд. Теперь, для того, чтобы достичь еще большего успеха, вот мы-то в первую очередь поговорили о том, как наладить свое присутствие в социальных сетях, какие должны быть картинки, какой должен быть ДСК, должна быть ниша. Сейчас мы хотим показать, как сделать так, чтобы с вашим сообщением проконтактировало еще большее количество людей, чтобы вы расширяли, Марк говорил, нетворкинг, свой круг общения. Во-первых, мы рекомендуем вам по количеству сообщений в день. Мы рекомендуем каждый день системно размещать сообщения, потому что так просят, не требуют, а просят социальные сети. Таким образом, они лучше воспринимают и лучше выводают в общей ленте ваши сообщения. Это может казаться сложным, но на самом деле нет. По механике вы можете сесть один день, уделите нам 2-3 часа и в рамках той низшей концепции, которую вы придумали, написать на 14 дней или 2 недели вперед сразу же много сообщений, загрузить их прямо в социальную сеть. Там есть такой специальный планировщик, тоже очень простой. И вы будете знать, что каждый день в определенное время, в которое вы зададите, будет сами автоматически размещаться эти сообщения. Это очень важно и это очень просто. Но рекомендация каждый день системно додавать по одному сообщению, не меньше. Если осваивать планировщик сложно и просто не хочется, то действуйте так, как действует, как правило, агентство. Например, мы сопровождаем социальные сети очень многих брендов. Мы не можем каждый день креативить новые и новые посты. Мы это делаем на определенный срок вперед. Наше агентство это делает на срок 2 недели. Вы можете устраивать такой брендсторм для себя, продуцировать определенное количество постов на неделю вперед и размещать их просто ежедневно. Но Facebook устроен так, что если вы пропадаете на какое-то время, вы, соответственно, пропадаете в лентах. Вот и все. Просто вас не видели. Думаю, что многие заметили, что некоторые сообщения просто невидимы. Если люди редко пишут, они редко появляются в лентах. Да, то есть многие, наверное, задумывались, почему у нас, допустим, 100 друзей или 200 друзей, а я вижу только 10 и других не вижу. Вот это то, о чем я говорил, что Facebook нет. И в Facebook, и все социальные сети не показывают вам те сообщения, с которыми вы регулярно не взаимодействуете. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. И последний, наверное, такой дополнительный инструмент для того, чтобы о вас больше узнали, это реклама. Мы ее корреснемся очень поверностно, потому что ей нужно посвятить отдельный тренинг. Но в целом, когда вы размещаете сообщения, то ваши сообщения контактируют с определенным кругом людей. Допустим, 100 человек. Но вы хотите еще пойти шире, чтобы вас увидело тысяча человек, сотни тысяч человек. Для этого в каждой социальной сети. И свой рекламный кабинет, он тоже очень интуитивно прост, в котором можно размещать рекламные сообщения. Первый тип рекламы – это общая реклама вашей странички. Например, мы назовем ее «Страничка комфорта и успеха». И вот в ленте новостей основной вы берите рекламу, которая привлекает на ваше сообщество. Заходите к нам, подписывайтесь на наше сообщество. Мы вам обеспечим комфорт, здоровье и еще что-то, и счастье. Вот. Это первый тип – общая реклама страницы. Второй тип рекламы – это когда вы размещаете свои репосты. Ну, например, вот у нас была акция, к примеру, «ФАБ-2 платно, один бесплатно». Вроде так. И мы хотим, чтобы вы об этом узнали как можно большее количество людей. Мы это самое сообщение дополнительно рекламируем в социальных сетях. И что очень интересно, то, чего Марк коснулся в начале презентации, у вас есть возможность, лично у каждого, кто бы где ни находился, целиться именно на те города, в которых вы работаете. Например, если это Винница, то вы можете платить только за размещение рекламы для тех пользователей, которые живут в Виннице. Таким образом, можно за очень небольшие деньги достичь высокого охвата и, что самое главное, целевого. Также вы можете отдельно задать интересы. Это вы хотите работать с мамами, или это семьи, или это максимально написать увлечения, которые себе в профиле написали люди. Таким образом, наше, ваше сообщение будет показываться только самым непосредственно целевым пользователем. И в этом вся прелесть этого инструмента и социальных сетей в целом. Вот несколько скриншотов, как это выглядит. Есть реклама, которая показывается справа, есть по центру. Ну и, собственно, по-моему, покажи нам следующий слайд. Если это все, то... А я еще хочу кое-что дополнить. Я забыла сказать. Скажи, пожалуйста. По контенту. Представьте, что вы журнал, да? Когда мы открываем какой-то журнал, мы не готовы читать одну и ту же рубрику постоянно. Мы не готовы читать постоянно про политику, постоянно про культуру, про образование. Позвольте себе быть разными. То есть социальная сеть, кроме того, что она должна быть системной, да? То есть вы должны системно вести работу. Она должна быть идеологичной. Она должна подчиняться определенной идее. Она должна быть разной, да? Сегодня, например, у вас длинная история, стори-теллинг. Вы рассказываете, как вы пропоробовали продукт, как он изменил вашу жизнь. Это допустимо. Можно написать длинный пост, но тогда знайте, что на этой неделе вы больше уже не изнуряете вашу публику таким длинным чтивом, да? Следующий день вы можете просто разместить какую-то шутку, да? Позвольте себе быть разным. Следующий день вы шутите. На третий день вы думаете, какая новость сейчас актуально обитает в воздухе, и как бы туда можно было интегрировать фореволину. Например, вот тот же пост с велосипедом, да? У нас был велотрек, велосипедный заезд. Да, вы могли бы теоретически стать участником этого велозабега, да, и велопробега, и перед ним выпить продукт фореволину. То есть ваши сообщения должны быть разные, чтобы люди не устали от чтения одна тик-так сообщения. Да. Да. Покажите следующий слайд, если там ничего нет, значит... Значит, это такая нет. И ничего нет. Раз они переключаются, значит, ничего нет. Ну, тогда в целом это вся информация, которую мы хотели до вас донести. Мы бы хотели поблагодарить компанию за то, что вы пригласили нас к себе сегодня. Нам очень честно, приятно находиться в обществе успешных людей, и мы надеемся, что та информация, которую мы вам сегодня дали, поможет вам немножечко стать более успешным, используя именно социальные сети и интернет. АПЛОДИСМЕНТЫ